девчонки ребята всем привет криво репортаж искренне ваш мы еще мокроваты потому что я тоже только пришли с работы быстренько в душ сварила быстро картошку картошка селедка и наливайте красный не если просто красный лучок помидорки кардюшонечки дяди ваня чесночный хлебушек в общем сейчас просто картошку и все с каким маслом и посолью картоши ну хорошо сливочное подсолнечное масло хорошо сейчас мы что-то пристрастились мы добавляем не сливочное мы добавляем подсолнечное масло и нам прям вот реально вкусно для масли только отдельно покупали пробки фиг найдешь вот такие одноразовые почему-то я не знаю я не вижу чтобы продавать это именно кода размер вот этого маленького горлышка для масла вот печатка как у вас что? на где корочку как у вас печатка? корочку я только не хочу буду ну в общем дай мне тревчонки картошки будут картошки ну ладно может быть в общем все пятница пятница девочки отдыхаем наконец-то пятница у нас ой девчонки просто картошка селедка и просто немножко овощей и помидорку помидорку положила это будет поработать на выходные так будешь сметану может быть ты хочешь майонез да подержи видно ага как мне маслица по-моему делу поудобнее да? да просто водички на я нареку судовую пьет а я вот обычную буду холодную селечки пить точку всегда куда проще да едать девчонки я люблю вот такие сочетания продуктов чем меньше ингредиенты тем вкуснее всегда так сегодня пошла после работы вынесла деньги вот это что мы кредитом забирали до машины внесла деньги но там поскольку с дилером у нас был договор в течение трех месяцев не закрывать полностью поэтому нам скидку предоставляют мы платили 60 сколько это? да от кредита закрыли уже ну потому что больше нам банк не позволяет закрывать оставшуюся сумму да нет не банк банк он это не имеет права а именно с дилером была договоренность разница до полутности машины соответственно вот так хорошая маслица маслица девчата это наверное может быть ростовская или краснодарская мы покупали а нет это крымская уже покупали канистру пятилитровую точно мы обычно когда дороге вот кстати говоря сейчас поедем если в отпуск обратно будут продавать уже свежего урожая потому что когда первый раз поехали в отпуск в конце июня еще не было масла то есть свежего отжима не было сейчас будет и купим маслица обязательно у вас прям пятилитровая канистру мы покупаем у нас она прям стоит всю зиму и видите вот даже до следующего года дожило масло и не проборкало ничего да это аромат слушай мне кажется у нас еще есть масло это двое двое его больше есть прям наляжем на масло вкусные огурчики нет помидор раица это другой или такой же помидорчик там был это бальжанский? хоть другой это правда какой-то сеть бальжанский вчера или потом вчера какой-то ну оно и есть я взяла прям три штуки здоровые ты селедка пробовала? да ну и как она? ну и как она? ну и что? пойдет не то чтобы там знаешь вот есть такая селедка сейчас я скажу самая вкусная девчата это конечно же бочковая которую сама разделываешь все но у нас в Ашане таких нету нормально пойдет но конечно пресерва они соленоваты а на банке было написано ласольное ммм сапранили дальше лучше угу мы сейчас пойдем и сразу спать угу когда замкадыши спрашивают что вы любите больше всего в жизни замкадыши вам ответит спать неделя тяжелая была полустаря отдыхать надо угу когда в зимой банке была там девочка операционист угу она ну я тебе это рассказываю она стажер рассказывала закончила колледж угу и вот операциониста берут после колледжа в банк после колледжа да то есть в ну сколько в 19 лет вполне есть шанс устроиться в банк да да ну там конечно будет смотреть как ты работаешь потому что работа не из простых кредитов отдельно есть по ипотекам по потребам вот она по потребам кредитам стажируется говорит нравится ммм 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 только пойдет ну видно что ей как бы такая знаешь вот есть кто сидит на работе отбывает ну то видимо может она еще не втянулась ахххххх ну такая такая изображение там были некоторые моменты Я почему обращаю внимание, потому что сын тоже на этой специальности, да, экономика связана, бухгалтер, экономист, можно выбирать еще куда, в какую сферу. Ты хочешь, чтобы он пошел в банк? Да, ну, сам разберем, я не знаю, я же не буду говорить там. А представляете, девчата, сядет такой непозвратный мужчина, главный бухгалтер в бухгалтерии, ой, какие битвы начнутся за него, когда парень бухгалтер, мне кажется, это прям, ну да. Девчата, а у вас есть знакомый бухгалтеровый мужчина, ему просто вот как бы интересно, мне кажется, такая редкость. Такой образ, ну, у меня, допустим, он как-то инициативует внешне, такому, знаете, типичному, как образу. Хотя сейчас мы и современные, да, бухгалтеры, и другие, молодые бухгалтера. А он, ну, такой у меня парень, и стрельбой занимался, это профессионально, в полевой, в школе Олимпийского резерва занимался, и такой активный в плане, он сейчас вот подрабатывает, я рассказывала. Да, и поэтому, так интересно, я думаю, как если он был бухгалтером, да, где-то, бухгалтером, для него, да, чуть другой образ. Хотя, нет, ну, посмотрит, самоопределится. Самоопределится. Мне кажется, мне кажется, такая работа, да, как бухгалтером, ну, я не знаю, любой возьмет, ну, в плане как, банк, да любое предприятие, оно же нуждается в бухгалтере. Да, 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 конечно, в банках они есть. Ну, да. И они разные виды бухгалтеров есть, и по зарплатам, там, по налогам, просто бухгалтер, да, там, вести, предприятия. Слушай огурчики прям хороши, душевные. Не хочу вилка, лазь прямо рукой вниз. Девчат, вкусные, называются корнюшоны дяди Вани по-берлински. Вообще, дядя Вани неплохая фирма. Часто все покупают, там, кабачковый круг покупают, дядя Вани мне нравится. У них хрен хорошая, дядя Вани. Ну, вы чего. Вертолет ходите. Над нами, девчат, видно, проходит такая-то трасса. Ну, и ребята тоже. А вертолетная трасса, такси, ну, премиум класс, она же, богатые люди летают на вертолетах. Такси. Сколько стоит такое такси? Не знаю. Даже представить себе не могу. Ну, наверное, где-то можно посмотреть трассы. Он такой вызвал такси сюда. На Датске. Ты куда? На один целый. На белье за стол сразу поставь. Че замерла-то? На стоять тебе, в этой телевизорке какая-то что-то видела. Ну, все. Покушай. Вот такой вкуснейший ужин. Прям замечательный. Девчат, еду домой и думаю, что купить вкусненького на ужин. Что купить вкусненького на ужин? А раньше я ехала, у меня по пути был в спар-магазин. Я заезжала по пятницам, всегда покупала там роллы, шашлычка, кусочек вот готовый. Там шашлык хороший. Прям на мангале делают в спаре. Ну, в любом магазине спар. А сейчас дорога изменилась, вот, с переменой дислокации в мастерской. Мне неудобно. Я еду, заезжаю в Ашан. А в Ашане-то как раз-то вот думаешь, а что взять-то? Ролов там нету. А картошка с селедкой есть. Ну, что, пойдем ляжем? Все, спокойно. Спар. Чего сдаем? Надо идти. Чуть сегодня такой день был. Мне пришлось ехать. Да, мне пришлось ездить по-разному. И стану к разным судебным. И стану туда-сюда. Туда-сюда. То есть, были планы быть в офисе, но некоторые поменялись в моменты, да, и пришлось ехать. А не пришлось, а не надо было, а я еду туда с удовольствием, лишь бы решить вопрос. Ты не хочешь рассказать жареную историю о женском коллапсе? Не называя ни имен, ничего? Нет, 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 не надо. Не стоит. Ладно, не буду. Я порассказала. Не надо. Именно все равно никто не знает. Конечно, даже ты. Даже я. Но сам факт. Нет, это не про каких-то коллег или еще что-то. Не подумайте. Это рабочий момент, да. Это вообще, да, касается людей, совершенно других, которых лично мы не знаем. Мы знаем историю интересную. Я вам скажу так, девчата. Это не надо. Не про эту историю. Не перебивай меня сейчас. Я просто хочу рассказать девчонкам так. Женское коварство и женская месть не знают границ. Мужчины, будьте осторожны. Если вы разозлили женщину, женщина способна на многое. Причем она будет сидеть с вами за одним столом, есть мороженое в кафе. И в это время она будет вас закапывать. Ну, такая история просто, как бы. Ну, как-нибудь потом расскажет. А, вот не таковы такие мужчины, да, это женщины еще... Я вам по секрете сейчас расскажу. Потом. Ладно. Ты заинтриговал, так? Расскажу, расскажу. И все, иди, иди. Устала? Ладно, все. Пока. Скажи, что я буду доедать. Ой. Когда ты могу? Не надо, я все сама. Не надо. Не надо. Слушай, еле хожу, еле хожу. Ну, не ложись. Устаем, девчата. Ну, правда, вот напрягаемся. Работаем много. Отдыхаем мало. У нас на работе парень. В Сочи поедет отдыхать. С понедельника у него отпуск. И говорит... Говорит, мы будем... Я говорю, ну, слушай, ну, скажи там, какие цены в кафе? Как что? Я же знаю, что в Сочи это космические цены сейчас. Вот. А он говорит, а мы не будем в кафе ходить. Ну, он с женой поедет. Двоем они поедут. Мы, говорит, будем это... Готовить. Мы квартиру с кухни сняли. Я говорю, а почему вы не будете? Ну, так вот. Ну, хотя бы там, ну, раз-два. Зависит отпуск за две недели. Он говорит, ну, дорого. Я говорю, а что ты в Сочи поехал-то? Он говорит, езжай как? Ну, езжай в это... Ну, Крым, ладно, может быть, боец там, дорога там, что, мало ли. Не езжай в Анапу. Геленджик. Ну, не знаю, там. Вот. Краснодарский край большой, можно выбрать. Нет, говорит, хочу Сочи посмотреть. Кто? Да парень с работы. В отпуске едет в Сочи. Это кто? Как будто ты знаешь. С работы, коллега. Ну, уже думаю. Читала новости. А, не радует. Девчат, кофе дорожает. И дорожает, к сожалению, лекарство первой необходимости. Вот в чем. С сентября, по-моему. Вот такие вот дела. Слушай, а детка от слегка нет? Ну, он стоит. Это пустые. Я не знаю, где-то я каплюнулся. Я потом найду. Завтра будут какие подвиги? Завтра поедем к маме на дачу? Она же, я уже вам показывала фотографии, выкладывала. Я тут мама мне нафоткала урожай. Заманивает на дачу. Надо ехать. Завтра с утра буду в Молбанк снимать. И вообще, как китайцы. Сейчас заплыву. Я не вижу, как пляж достойно. Я тебя сейчас найду. Нет, это они тут... Я тебе сейчас найду. Каплю у нас купил, вот поселил. Наслаждаюсь все равно. Знаю, что отеку. Знаю, что опухну. Знаю, что только соленого. Но, девчата, иногда можно себе позволять. Все. Харе. Посуду мыть и спать. Время. Девчата, вот у меня... Я смотрю на часы. 15 минут 10. Мы рубимся вообще. Ну, мы... Да, мы вымытались. В общем, сегодня Молбанк уставших людей. Вот. Мы бежим вложиться спать. Сейчас прямо загружу видео и пойду спать. Вот. Прижиме онлайн, как говорят. Сразу прям сняла и загрузила. Вот. Завтра с вами увидимся. С утра позавтракаем. Нам опять рано вставать, поэтому... Нечего рассиживаться, пара посуды будет. Все, девчата, если вы с нами ужинали, а время-то не позднее, я сейчас загружу. Ну, может, полдесятого времени будет. Около десяти. Я думаю, что многие еще ужинают, потому что на работу завтра многим не вставать и не просыпаться. Можно спать сколько угодно. Вот. И, ну, встали посидеть и немножко поболтаете. Вот. Вот такой кривый репортаж сегодня был с вами. ВААЖ. Ели вкусные вещи. Красьте пора. Я знаю, краситься пора. Все, девчата, увидимся. Все, пока.